Девушки отдыхают В поле трава колышется, заросли кустов. Если не знать, то и не догадаешься, что буквально рядом течет настоящая красивая речка. Она словно игрушечная от берега до берега метра три. Журчит, сверкает на солнце, местами почти совсем исчезая в траве, а потом появляется за поворотом уютными красивыми пляжами и небольшими омутами. Там вода темнеет, под берегом в тени оврага под кустами стоят большие рыбы. Как-то давно я гулял здесь со своим псом и встретил рыбака, который буквально у нас из-под ног вытащил большого красивого езя, такого, что и в большой реке нечасто поймаешь. Этот рыбак рассказал мне, какие богатства скрывать невзрачно на вид речушка и научил ловить по-настоящему большую рыбу, там, где вроде бы и рыбы-то никакой быть не должно. В духовной жизни вот тоже так бывает. Ты часто читаешь о каких-то известных монастырях и храмах где-то там, на другом конце земли, и думаешь, вот мне бы туда. Тогда уж будет духовная жизнь, только держись. А здесь что? Все обычное, неказисто, ни красоты, ни размаха. Придешь на службу, а там одни и те же лица. А потом как-то случайно с друзьями оказываешься в неприметной полуразрушенной церкви, где на службе три бабушки, скучающий мальчик, которого не с кем оставить дома. И вдруг такая благодать на сердце, что молишься, остановиться не можешь. Как хорошо. Потому что все реки текут в океан, все молитвы ведут к Богу. И главное, нигде, а как эти молитвы произносить. Такие дела.